Всем привет! С вами InformTV! У каждого из нас есть телевизионные передачи или сериал, которые приятно вспомнить или пересмотреть спустя много лет. Все эти картины отличались запоминающимися героями, фразы которых становились крылатыми. В нашем видео мы расскажем про тех самых актеров, которые снимались в любимых телепередачах, способных поднять настроение и развеселить. Андрей Бурковский. Даешь молодежь. У него там было три роли – Ржавый, Данила и Валера. Карьеру юмориста он начал с игры в КВН после того, как поступил в Томский государственный университет. Впервые был приглашен на съемки в подарившем популярность сериале в 2009 году, целых 11 лет назад. Сейчас Андрей работает актером во МХАТе. Также он участвует в съемках реклам, фильмов и многих сериалов. Андрей Бочаров. Актер из 33 квадратных метра. Интересно, что Андрей в этом проекте не только играл роль, но и писал сценарии и работал режиссером. После того, как 33 квадратных метра стали популярными, Андрея стали узнавать на улицах. Его пригласили сняться в популярном сериале «Яролаж» и «Осторожно, назадов». Сейчас актер продолжает работать на телевидении. Он озвучивает фильмы и работает сценаристом. Анна Ардова. Одна за всех. Первые 10 лет актерской карьеры не принесли большой славы актрисе. В 2000-х она снялась в телешоу под названием «Женская лига», что сделало ее популярной. За свою роль в сериале «Одна за всех» девушка даже получила премию Тэфи. Сейчас Анна продолжает съемки в разных сериалах и играет в спектаклях. Юрий Стоянов. Городок. В юношестве перед Юрием стоял выбор между актерской и спортивной карьерой, ведь он был мастером спорта по фехтованию. После получения высшего образования Юра проработал 17 лет в БДТ имени Товстоногова, но потом запустил свое телешоу с лучшим другом и ему пришлось сменить место работы. Сейчас Стоянов является советником канала «Россия», но при этом не заканчивает съемки в шоу и сериалах. Юрий Стыцковский из «Каламбура». Юрий работал в порту, мечтая связать жизнь с морем, но позже почему-то поступил в лгитмик на режиссера. Получив высшее образование, Стыцковский вступил в состав группы «Маски», где и начал свою карьеру. А в 90-х годах он сыграл две роли в шоу «Каламбур» – майора «Железный капут» и командира самолета «Крутое пике». После этого он проснулся знаменитым. Сейчас Юрий продолжает работать продюсером. Анастасия Денисова из «Девчонок». Анастасия хорошо закончила учебу в ГИТИСе, работала секретарем, а после чего была повышена до помощницы вице-президента известной компании. При этом в 2012-м решила все-таки испытать свою судьбу и приняла участие в кастинге на роль в сериале «Девчонок». Ей дали одну из главных ролей. Именно так она и начала свою карьеру актрисы. Сейчас Анастасия преподает в своем творческом центре «Муха Мьюзик» актерское мастерство. Один Ланд Байрон из «Интернов». Один приехал в Россию из штата Миннесота для обучения по обмену во «Мхате». После того, как учеба закончилась, он не вернулся в США, а устроился актером в театр «Сатирикон». Именно там его заприметили продюсеры и пригласили в «Интерны». Сейчас Один живет в Москве и играет в спектаклях «Гоголь центра». И последний герой нашего видео Дмитрий Широкоис из «Интернов». Впервые он появился на телеэкранах в роли соседа Прутковских из сериала «Моя прекрасная няня». И позже его пригласили в популярный сериал «Интерны», который и сделал его знаменитым. Сейчас Дмитрий продолжает сниматься. Например, два года назад зрители увидели его в сериале «Везунчики». И тогда же вышел фильм «Я, любовь», где артист исполнил одну из второстепенных ролей. А кто из этих актеров вам запомнился больше всего и чья судьба вас удивила? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!